Мир начался из точки Сегодня как бы среди ученого мира признан А поначалу хочу нарисовать свою космогонию Если так можно выразиться Как я ее вижу и понимаю Точка Большой взрыв, Биг Бэнг Так сегодня говорят ученые И эта гипотеза не то чтобы доказана, не доказана Общепринято, так скажем То есть Все, что нас сегодня окружает Каждая вещь Эти очки, которые я держу в руках Мы сами Все было ужато до Непередаваемого крохотного размера Тут нельзя не вспомнить Эвклида Поскольку его геометрию мы изучали в школе И поэтому от нее просто легче отталкиваться Хотя она отнюдь не единственная Когда он выстраивал свои теоремы А до теорема аксиомы высказывал, постулаты То он рассуждал как Вот взял я карандаш Ну в те времена я не знаю как это называлось Сегодня мы с вами берем карандаш Прикасаемся к бумаге И получается точка Мы ее видим И поэтому мы можем сказать Что у этой точки есть ширина, высота Ну глубины нет на бумаге Ну хотя бы два измерения все-таки есть А Эвклид тут же нам скажет Что это условность Это мы так договорились Чтобы просто наш глаз ее видел А на самом деле у нее нет ни толщины Ни ширины, ни глубины, ничего Точно то же самое он потом скажет О линии, которая имеет протяженность Глину, но толщины тоже не имеет А то, что мы ее рисуем По линейке или от руки Это снова условность Так вот, та точка Из которой все началось Была, если хотите, и вклидовой У нее не было ни ширины, ни длины Ничего у нее не было И тем не менее, она была Сегодня это общеизвестно Если взять, например, человека И все его молекулы, атомы Сжать до такого состояния Что не останется между ними никаких расстояний Никаких пустот От того вашего объема Который вы сегодня занимаете И я занимаю Исчезнет 99% И 9% в периоде То есть не останется почти ничего А тут, видите, я говорю о точке В которой были ужаты Не я, не вы А все Вся вселенная И тем не менее Как это объяснить Не знает никто И тем не менее Все признают, что это так Во всяком случае Ученые Люди, мыслящие Эмпирическими категориями А не какими-то Мистическими Эзотерическими И прочее И вот из этой точки Все началось Вдруг Произошел взрыв Причем Верно меня поймите И это трудно И это трудно представить Но нам придется еще не раз Напрягать наше воображение В этой точке Было замкнуто Все То есть не только Вещественный Материальный мир Который нас сегодня Окружает А еще и такие вещи Как время Пространство То есть все И потом Все это начинает Стремительно Разлетаться Наша вселенная Возникает В течение Считанных Далей секунды Секунду надо брать В отрицательной степени С такой скоростью Все это происходит Тут ученые попадают В просад Возникают вопросы На которые Даже сам Эйнштейн Не мог ответить Если все это Происходило Так стремительно А расстояние Между звездами Тогда это были Еще в первые секунды Не звезды Естественно А какие-то Газовые облака Газовые образования Но тем не менее Все это должно было Разлетаться Со скоростью света Поскольку Сегодня доказано Что скорости Выше скорости света Не существует И вот здесь Тому же Эйнштейну Пришлось принять Что либо В эти мгновения Действовала Какая-то Другая физика О которой мы Сегодня просто Ничего не знаем А можем строить Только догадки Либо Если была Все-таки Физика наша В чем Эйнштейн Сильно сомневался Значит Эти Осколки Так назову Эти точки Разлетались Со скоростью Во много раз Превышавшей Скорость света Вопросы Их тьма Взрыв Хорошо Пускай Это был Биг Бен Большой взрыв А скажем Взрывы поменьше Сегодня чудесно Знакомы Изучены Учеными Далеко Далеко ходить Не надо Взяли кусок Динамита И взорвали А потом Сняли его Камерой Которая позволила Нам наблюдать Этот взрыв Там С замедлением Бог ведь знает На сколько Процентов И проследить Как разлетаются Куски Почвы Если это На земле Произошло Или там Какого-то Объекта Здания Внутри которого Взорвали Этот кусок Динамита И вдруг оказывается Что тут Взрыв динамита Порождает Не только динамита Естественно Но поскольку Я заговорил о нем Некий хаос Вокруг Нечто Похожее Сродно Броуновскому Движению Когда каждая частица Летает Неизвестно куда И только по теории Вероятности Не случается так Что все частицы Оказываются В каком-то одном Углу Помещения Скажем А не в другом Так вот Эти осколки Динамита Буду говорить О нем Рассыпаются Неравномерно Где-то их больше Где-то их меньше Где-то они По размерам Десятки раз Превосходят Другие осколки И так далее А вот с нашей Вселенной Чудо Она разлетелась После этого взрыва Удивительно Равномерно То есть Уже там Можно прослеживать Соблюдение Закона Симметрии Случайность Или кто-то Руководил Этим взрывом Другими компонентами Они Естественно Расширились И как я вам Рассказывал О человеке Которого Если ужать То есть Сблизить Все электроны Атомы То он Займет Пространство Которое Глазом Различить Невозможно Так вот Теперь Как бы Весь этот Процесс Прошел В обратную Сторон И вот Так Разлетается Наша Вселенная У Вселенной Очевидно Есть Возраст Сегодня В этом Плане Астрономия Как наука Продвинулась Невероятно Далеко А еще Даже Без Астрономии Наш Человеческий Глаз Наделен Оказался Такими Уникальными Качествами Ну я чуть-чуть Отвлекусь Но не могу Не привести Такой пример Вообразите Что наша Земля Плоская Поскольку Если она Круглая Мой пример Не сработает И вот От вас На расстоянии В 32 Километра Зажгли Свечу Свечу Обычную Свечу Как Каждый Из нас Тысячу Раз Видел Наш Глаз Ее Различит Просто Если Вы На нашей Земле Проделаете Этот эксперимент Ваша Свеча Окажется За горизонтом Но Есть Выход Из ситуации Можете Поместить Ее На какую-нибудь Гору И Измерить Эти 32 Километра Это проверено Опытным путем Человеческий Глаз Ее Различает При условии Определенной Частоты Атмосферы Естественно Но Чуткость Какая Вы Видите А это Всего Лишь Свеча Так Вот Когда Мы Смотрим Ночью На Небо Мы Видим Звезды На Таких Фантастических Расстояниях Что В голове Не укладывается Миллионы Миллиарды Лет Должен Был Свет Бежать От Этой Звезды Или От Этой Галактики До Нашей Земли Чтобы Наш Глаз Ее Увидел Да Он Видит Расплывчато Видит Какой-то Туман Что-то Типа Облачко Но Все-таки Видит А Телескопы Совсем Другой Разговор Сегодня Существует Телескоп Хаббла Как его Называют Который Вертится Вокруг Земли И Который Наблюдает За Космическим Пространством За теми Жездами И Галактиками Не С Поверхности Земли А Находясь Над Нашей Атмосферой То есть Нету Помех Которые Создает Воздух Пыль И так Далее И Видят Значительно Лучше Не говоря Уже О радиотелескопах И прочих Других И оказалось Что мы Можем Просматривать Сегодня Нашу Вселенную Аж На 12 Миллиардов Световых Лет А дальше Этих 12 Миллиардов Световых Лет Мы Не Видим Ничего Это Значит Что Свет От Этих Галактик Шел К нам Сюда На Землю 12 Миллиардов Лет И Вот Из Того Что Дальше Нет Ничего Ученые Сделали Вывод Что То Что Видит Наш Глаз Или С помощью Телескопа Все Таки Глаз И Что Находят От Нас На Таком Расстоянии И Есть Возраст Нашей Вселенной Поскольку Дальше Нет Ничего Дальше Мы Должны Были Увидеть Ту Самую Точку А Поскольку Я Уже Сказал Точку Эту Увидеть Нельзя Ссылаясь На Евклида То Последнее Что мы Видим Это Вот Эти Свечения Которые Ученые Называют Реликтовыми Поскольку Это Те Самые Свечения Которые Возникли В те Самые Первые Доли Секунды После Того Как Произошел Большой Взрыв Важно Нам Было Все Это Как Обозначить Что Нашей Вселенной 12 Миллиардов Лет Ну Тут Есть Разные Предположения Плюс Минус Но В общем От 12 Миллиардов Лет Толкователи Ученые Далеко Не уходят И Эта Цифра Сегодня Считается Общепризнанной Так Что Вот Наш С вами Первый Что ли Экскурс В Космогонию Нашей Вселенной Из Точки Из Ничего По сути Ничего Оно и Есть Ничего Если Даже Время Там Было Замкнуто Это Трудно Представить Но Надо Попытаться Как-то Это Все Таки Сделать И Из Этого Ничего Возникает Нечто И Это Нечто Является Нашей Вселенной В Которой Мы С вами Сегодня Живем Которая При Большом Взрыве Что В общем-то Стихия Тем не менее Возникала Отнюдь Не Стихийно А Эти Самые Газовые Образования Потом И Звезды Уплотнение Этих Газовых Образований Галактики Возникали Симметрично Равномерно Расположенными В этой Вселенной Из Чего Я Делаю Первый Выгляд Что Случайно Это Быть Не Могло А Что Уж За этим Последует В Следующий Раз